Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 19 февраля, и наша тема называется «Подвизайтесь добрым подвигом веры». Наше местописание — первое послание к Тимофею, 6 глава, 12 стих, где говорится «Подвизайтесь добрым подвигом веры». Слово «подвизайтесь» означает, что ходить верой не всегда просто, и победа даётся не всегда просто. Чтобы ходить верой, иногда приходится вступать в сражения. Послушайте, что означает слово «подвизаться». Это греческое слово «агонидзе». Оно описывает борьбу, битву, сильное напряжение или усилие. Отсюда произошло слово «агония». И это слово часто использовалось в Новом Завете, чтобы передать идею мучений, боли, страданий, конфликта. Это слово описывало спортивные состязания и борьбу, которые были очень популярны в Древнем мире. И тот факт, что Павел использовал это слово, говорит нам, что если мы делаем что-то верой, это нередко ставит нас в условия нового сражения. Это ставит нас в условия страданий, мучений, конфликтов, боли, давления или борьбы. И интересно, что Бог говорит, вы должны сражаться, подвизаться добрым подвигом веры. И вы способны одержать победу в сражении веры. Но чтобы это сделать, вам придётся вступить в борьбу. И в Первом Послании к Коринфянам, в 6 главе, в 12 стихе Библия говорит нам делать это. Подумайте об этом.